Опять-таки, что такое, ну вот вначале я делал такое вступление, элементарное управление. Это некая методология, наша внутренняя, фирменная, так сказать, ноу-хау, которая нам позволяет смотреть на новые проекты, как такие простые элементы, с которыми складываются современные и будущие системы ТАИР. Самый первый вопрос, когда нас спрашивают, к чему же нам идти, с чего начать, как строить свою систему ТАИР, но не информационную систему, а именно организационно-техническую, скажем так. У нас и в мире давно такие есть упражнения, называются аудиты, обследования, пауки по таким областям. В зависимости от специфики, там таких областей может быть больше, чем 16, из самых сложных производств до 20-30 таких областей управления. Тот самый наш ППР, это всего лишь одна из частей организационной системы, там есть и тот самый АСУ ТАИР, есть управление документацией, в каком состоянии хранятся документы и тиражируются. Есть, собственно, надежность, то есть некие сложные направления, которые, соответственно, составляют систему ТАИР. Есть технологии оценки, когда мы предварительно оцениваем в компании, в каком они текущем состоянии, такой экспресс-вгляд позволяет, собственно, понять, в чем же, чего же не хватает до современности. И это позволяет выявить те направления, которые стоит подтянуть, и те направления, которые уже развиты, соответственно, их просто совершать. Экспресс-аудит – это обычно такая простая история, красный, желтый, зеленый, ну и дальше вы, либо сами, либо ваше руководство принимает решение, надо ли нам. Ну, здесь реально как раз все видно, СС, есть такая компания, УАЗ, Уральский автомобильный завод, вот была оценка их уровня, ну, видно там, местами стремится к нулю. Завод есть, оборудование есть, УАЗики выпускают, а система ТАИР, конвейера, она какая-то такая сильно просаженная, относительно современная. Опять-таки, руководство любит говорить про эффекты, какой же эффект от вашего мероприятия, от вашей системы, от вашего, там, техкарты, опять-таки, есть техкарты. И вот этот эффект, он все-таки складывается из каких-то кубиков, которые должны быть внизу, соответственно, последовательно реализованы какие-то ваши мероприятия, и только потом вы получаете вот тут заветную программу совершенствования с учетом экономических каких-то эффектов. Внизу вот эта вот визуализация наших отчетов, когда мы строим там бальные оценки, часто видим, что ожидания от каких-то финансовых оптимизационных задач, они высокие, а строятся они ни на чем. Очень часто такая ситуация бывает. Как перейти от оценки состояния к проектам? Ну, очевидно, что вы должны решить, какие направления развития вы берете в развитие, какие-то ваши целевые показатели. Ну, и те проекты, о которых вы спрашиваете часто, автоматизация, диагностика, внедрение там МЕС, АПСУ, систем. Как же они повлияют на этот эффект? Такой вот экспресс-взгляд позволяет действительно некую цель проекта задать и уже дальше к ней стремиться. Какие же проекты обычно, ну, формируются, исходя из таких оценок? То есть некая мода на проекты, я называю ее, она уже на рынке есть, то есть что-то такого нового придумать сложно. Ну, тут такой перечень на экране тех проектов, которыми мы обычно там занимаемся. Это аудиты, то, что я говорил, некие обследования текущего состояния, дорожная карта на несколько лет. Важное направление проектов, многие про это забывают, реорганизация. То есть изменение структуры подчиненности, новые отделы, новые роли в этой системе управления часто про них забывают. Вот та самая надежность, о которой многие мечтают, она без службы управления надежностью, инженера по надежности, она просто не взлетает. То есть оно автоматически не произойдет. А это целая история. Сколько их, где учить, какого уровня подготовка должна быть этих инженеров по надежности. Разработка стандартов, опять-таки, мы все работаем, ну, выточнее, в бюрократических организациях, положение о ППР, положение о службе, положение о каких-то там процессах. Они должны быть документированы, поддерживаться, там, прочая история, которую надо сделать. То есть стандарт управления – это документ, на базе которого вы работаете. Уже, ну, неинтересная история внедрения АСУТАИР, уже многие несколько раз попытались внедрить, кто-то удачно, кто-то нет. Нет уже дефицита информации, опять-таки, если вам нужны какие-то ссылки, референсы, на рынке можно это найти. Разные системы есть, разного уровня стоимости, уже нет проблемы автоматизации. Есть проблема внедрения, как внедрить, но сами системы доступны. Внедрение системы БСМСИ – это деньги на ветер, как мы говорим. То есть база данных, типовые справочники, типовые нормы расхода запчастей – это является основой работы системы АСУТАИР. Опять-таки, рекомендация и опыт, если вы запускаете какие-то свои проекты автоматизации, выделяете вот это вот направление, сажаете там людей, обучаете их этому ремеслу, то есть именно структурирование информации, и это будет успехом при автоматизации. Ну, специально жирно подсветил, все-таки много вопросов было РСН, надежность, риски. Действительно, один из проектов, один из таких перспективных направлений развития системы ТАИР – это некое управление надежностью. Чуть дальше я расскажу, про это можно чуть подробнее. Наш опыт показывает, что, опять-таки, управление надежностью не работает без подпроекта, либо отдельного проекта – это методы средства диагностики. Если ваше предприятие старое, не автоматизированное, то надежность, просто как надежность, она не очень поможет. Именно объективные средства диагностики, то есть приборы, датчики, системы диагностических измерений, они позволяют эти вот отказы, которые могут быть, их прогнозировать. И, собственно, управление надежностью, вы ими управляете. Как сказать, рейтинг вопросов возглавляет, где же нам взять запчасти всегда. Поэтому вот этот процесс или проекты развития складских систем и систем закупки ТМЦ – тоже проект. Им надо заниматься, без этого наша система ТАИР, она будет без ресурсов. То есть, если закупщики покупают раз в год по минимальной цене запчасти, то вы много сюрпризов обнаружите на этапе управления надежностью. Мы обучение персонала. Это тоже проект, нельзя там обучить механиков два дня и забыть. Мы сейчас стоим на том, что обучение должно встраиваться в какую-то вашу корпоративную историю, повышение квалификации и раз в год, как минимум, да, такие вот мероприятия планировать. Что касается надежности, да, мы сейчас подходим к этим проектам методологически, технически, психологически. Мой взгляд на эти вещи, то есть, с одной стороны, есть понятие надежности. Я думаю, что многие из вас инженеры знают, что такое техническая надежность, способность оборудования выполнять свои функции. То есть, есть регламент технологический, есть объект какой-то, что вот он может, либо не может выполнять эти функции свои, свои регламент. Это некий технический аспект. Одновременно здесь такие усилия по реализации. То есть, к сожалению или как бы счастье, вот эти вот усилия по учету этих данных, по надежности управления этими процессами на уровне объектов технических, они очень большие. Это вот диагностика, контроль состояния, планирование ремонтов. То есть, там надо много чего поделать. Соответственно, именно с точки зрения усилий по реализации. Но эффект как бы просто от этого минимальный, если это просто там надежность ради надежности. Может быть, опять-таки для вас будет открытие, есть понятие биологическая надежность. То есть, в системах, когда есть человек-система, есть этот человек как часть системы. Я думаю, что вы сами в своих отчетах видите, там, человеческий фактор. Вот этот человеческий фактор, его тоже можно цифровать, можно управлять состоянием этого биологического объекта, контролировать и прочие вещи. Они тоже, как ни странно, управляемы. Это послой из, так сказать, боевых систем, когда у нас человек-оператор может нажать кнопку пусковой ракеты и тем самым нести некий, так сказать, сумятицу с баланса. Экологическая надежность, опять-таки, спасибо Норильскому Никелю с его одними аварийными ситуациями. Да, сейчас все обсуждают этот Норильский Никель как некое экологическое последствие отказа каких-то объектов. То есть, тут тоже это отдельный фактор, отдельное направление надежности. И критерия допустимости в этом разделе, они совершенно другие. Ну и последнее, надежность бизнеса. Что от нас ожидает? Чтобы наши активы, оборудование, системы, люди дали уверенность государству, что вы безопасны для этого государства, а акционерам, что вы даете им прибыль. Поэтому очень было много вопросов, ну как много, несколько вопросов, как нам правильно построить, как нам это делать вот на этом уровне, да. Но надо начать сверху, что же ожидает от нас бизнес, как бы наши руководители, владельцы государства. И тем самым мы будем понимать, какие же у них приоритеты. Я к тому, что эффект как раз достигается именно на этом уровне, максимальный эффект, что все удовлетворенные получили свои, значит, ожидаемые выгоды. Ну, а наши железки, они просто как инструменты. Опять-таки, что такое надежность и что такое современная система планирования с учетом надежности? Опять-таки, мы тут материалы наших семинаров показываем, мы это разжевываем достаточно детально. Есть такая вот простая схемка, которая показывает, можете себя оценить, на каком уровне находится ваша система планирования. Самые простые системы еще там в советские времена, когда вам министерство выделяли какие-то ресурсы на ремонты, была остаточная стоимость основных средств, и был бюджет, исходя из там 20% от их остаточной стоимости. Этот бюджет осваивался, вот вам все планировали. Ну, с точки зрения финансов. Эволюционно сейчас появляется у нас такая дилемма, основные средства – это бухгалтерская категория, объекты ТАИР – это инженерная категория. Вот у нас насосная станция с пяти насосами – это основное средство. Первая задача – это перейти к учету по объектам. Объекты и самое сложное у многих реализация – это объекты с узлами. То есть более низкий уровень структурирования информации по объекту ремонта. Ну и первый этап зрелости – это такой переход на планирование работы по нормативам. То есть когда у вас к этому объекту привязана какая-то последовательность операции, ремонтный цикл, и к этой последовательности есть ТМЦ и чек-часы. Это первый успех в вашем проекте, когда вы это сделали и научились планировать по вот этим нормативам. То есть не по мнению механика, не по прошлому периоду денег, а именно по техкартам. Понятно, что по техкартам, по регламентам никто не планирует, точнее не выполняет работы, поэтому появляется сейчас этап – это оценка состояния оборудования, и самое сложное – это оценка состояния узлов этого оборудования. У нас есть элементы оборудования, они отказываются по-разному. Но, собственно, надежность, проекты по надежности начинаются где-то уже здесь. Когда вы думаете, как оценить объект, а потом, как оценить компоненты этого объекта – узлы, детали, масла отдельно, рабочая жидкость. Ну и самый сейчас апологет, как мы говорим, это когда вы оцениваете риски. Эти все слова, риск-ориентированное планирование, оно нас приводит к тому, что вы должны уметь оценивать риски отказа или дефектов отдельных узлов для объекта, и сравнивать риски с объемами работ плановыми, собственно, планировать необходимые операции, если риск выше, чем стоимость планового здесь. Такой тренд идет в больших компаниях, это постепенно внедряется на основном оборудовании технологическом, ну и так или иначе, тема, она действительно приводит к тому, что есть механизм оценки риска. Что это означает для финального потребителя оборудования, как мы говорим. Наши уже такие пока пилотные проекты, такие первые попытки это цифровизировать, как сейчас говорят, что действительно для того же насоса конкретного, вот эти количество узлов, оно может быть достаточно большим, риски отказа этих узлов разные, поскольку надежность у них разная, и последствия разные. И оптимальные стратегии для конкретно каждого из этих компонентов, ну если видно здесь, могут быть разные. То есть это вот аналитика на уровне непосредственно компонентов оборудования, и что с ним можно сделать, поменять, заменить, либо не трогать, она приводит нас, собственно, к таким сложным инструментам ранжирования, операции ремонта, обслуживания на уровне компонентов. Опять-таки, если там про риски говорить, напомним, мы сейчас опыт наших проектов рассказываем, он может быть не соответствует вашему уровню, так или иначе мы туда идем. Как мы говорим, кардиограмма рисков – это некий прогноз оптимальных воздействий для конкретного оборудования на протяжении достаточно большого горизонта его эксплуатации. То есть если риски попытаться отцифровать, то есть найти где-то данные, посчитать последствия, посчитать оптимальные варианты замены, либо ремонта, с точки зрения риска этого самого, то вот такая вот история для одного конкретного насоса, вот этого вот его компонента внизу, это риски отказа компонентов, и пила – это точки замены, либо воздействия какого-то плана вам. Вперед! Это не история отказов, а именно вперед, как оптимально обслуживать этот объект. В общем, она достаточно сложная. И будущее, оно, скорее всего, за тем, что вы сможете предсказывать эти самые отказы, знать, какие риски для вас критичны, и, соответственно, эти риски в будущем уже оценивать как критичны и по ним делать планы у вас здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова